Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В деревне Теребов Петриковского района горела баня. Пострадавших нет. Огнем уничтожена кровля и повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Основная версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. В Гомеле также не обошлось без происшествий. По улице Войкова горел деревянный жилой дом. Пострадавших нет. Уничтожена кровля и потолочное перекрытие. Рассматриваемая версия – причины пожара, нарушение эксплуатации электросетей и электрооборудования. В двух районах Гомельской области егеря незаконно охотились на лосей. В Рогачевском районе проводилась охота, в результате которой под документом были застрелены два взрослых животных и один сигалеток, которого подстрелил непосредственно егерь. Однако обследование останков животных показало – все три особи взрослые. Ранее за разрешение на добычу сигалетка егерь заплатил 300 рублей. Взрослый лось, который подстрелен по факту, обошелся бы вдвое дороже. Добыча животного без разрешения расценивается как незаконная охота, поэтому в отношении егеря возбуждено уголовное дело. А в угодьях Кармянского района инспекторы остановили УАЗ с четырьмя охотниками и егерем. Они везли пять рюкзаков с мясом. Согласно разрешающему талону, перевозилось мясо, добытого в тот же день лося. Однако, когда инспекторы исследовали останки Копытного, оказалось, что это олень. В отношении подстрелившего его охотника возбудили уголовное дело. Мужчина возместил причиненный ущерб в тройном размере, составляющий около 23 тысяч рублей. Отдел внутренних дел администрации Центрального района Агумеля проводит проверку по факту утери мобильного телефона. 9 ноября этого года подросток вместе с родителями передвигался на такси. Телефон марки Samsung G3 предположительно мог выпасть в салоне автомобиля. По информации правоохранителей, в дальнейшем услугами перевозчика пользовались граждане, фото которых вы видите на экране. Молодые люди могли обнаружить потери на телефон. Если вы узнали этих мужчин или владеете какой-либо информацией, правоохранители просят сообщить по номерам, указанным на экране. В лесу Гомельского района спасатели нашли заблудившегося грибника. О том, что заблудился, любитель тихой охоты сообщил сам в Центр оперативного управления Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Он рассказал, что около 11 часов ушел в лес и не смог найти дорогу обратно. Сотрудники Гомельского РОВД и Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям нашли мужчину в 19.15. В помощи он не нуждался. Реческие спасатели помогли извлечь кошку из моторного отсека автомобиля. Автовладелец завел машину и услышал мяуканье. Водитель сразу заглушил авто. При обследовании машины выяснилось, что в моторном отсеке между натяжными роликами и ремнем генератора оказалась зажата лапа кошки. Мужчина попытался достать животное сам, однако ничего не вышло и обратился за помощью к спасателям. Они освободили кошку и передали хозяйке. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь 4.